Девушки отдыхают Я представляю второго эксперта Она знает, как сварить суп из смородиновых веточек И создать кулинарный шедевр из того, что есть в холодильнике Она научила готовить уйму украинских звезд и миллионы украинцев Встречайте, народная любимица, опытная хозяйка, моя подруга Аллочка Ковальчук Здравствуйте! Здравствуй, моя дорогая! Здравствуй, Андрюша! Привет! Алусенька! Вы видите, что мои эксперты пришли со своими любимыми ягодами Вишня и смородина Я хочу вам сейчас представить еще одного человека Участника сегодняшнего мастер-класса У него дома все свободные емкости, заполненные малиной Он мечтает о том, чтобы есть малину круглый год Но пока у него это не получается Этот человек я! И это моя любимая ягода Малина Я очень надеюсь, что после сегодняшней нашей встречи Я, как и вы, мои дорогие, научусь замораживать ягоды таким образом Чтобы они всегда были как свеженькие К нам пришло огромное количество писем от наших любимых зрителей Которые просят научить правильно замораживать ягоды Чтобы они и форму, и вкус сохраняли, и витамины, конечно, тоже Кстати, на примере этих ягод вы усвоите все правила И потом с легкостью сможете заморозить любые ягоды на ваш вкус Должна поделиться своим, к сожалению, печальным опытом Вы знаете, как я люблю малину, уже рассказала Но заморозить ее хорошо у меня никогда не получалось Я называю то, что в результате остается в холодильнике, квашней Я, когда замораживаю, делаю обычно так Помыла, дала стечь, всыпала в пакетик и заморозила Потом размораживаю Она теряет и форму, и вкус Становится какой-то водянистой и мятой И, по-моему, я не одинока в этом И мои подруги, и зрители рассказывали о подобных проблемах Поэтому вся надежда на Андрея, который сделал очень смелое заявление Я научу всех замораживать ягоды так, что они не будут отличаться от свежих Верите? Знаешь, Алла, когда Андрей мне впервые это сказал Я прям даже рассмеялась, извини, при всем моем уважении Но Андрюша заявил, что он готов поспорить буквально на все Ты не отказываешься от своих слов? Нет, я готов поспорить на что угодно А я, кстати, приготовилась Я тебя сейчас удивлю Опа-ча! Специально достала для тебя На вашу праздник Это практически настоящая балетная пачка В которой ты, Андрей, если проспоришь, будешь танцевать прямо здесь Хотите? Да! Да-да-да-да-да! Так, дай-ка я приложить Идеально, по-моему С размером я угадала, с цветом тоже Я вот тут ее повешу, чтобы у тебя был стимул учить нас хорошо Это все интересно, но я хочу напомнить, что перед тем, как замораживать ягоды Вы должны обязательно помыть Большинство моих знакомых, которые занимаются замораживанием ягод Говорят, что ягоды, особенно малину мыть не надо Потому что она так впитает воду И мы потом с лишней водой льдинки получим вместо ягод Вот это вот главная ошибка Абсолютно верно Мыть ягоды нужно обязательно По нескольким причинам Вместе с песком в организм попадают бактерии и гельминты Которые не погибают, к сожалению, при низких температурах Соответственно, промывая, мы себя обезопасим на будущее Да, вишня, она же растет высоко, там нет песка А есть пыль, машины проезжают Малина, есть неприятные, там такие маленькие жучки Если вы заморозите с жуками, уже кушать не будет хотеться Я рекомендую ягоды мыть в специальном растворе Вот смотрите, если вы моете малину, то вы берете 1 литр воды и 1 столовую ложку уксуса Или столовую ложку соли Вы берете на выбор Малина не будет соленой, потому что мы подержали в соленом растворе или в кислом И потом можем помыть А вишенки и смородины? А вишни можно просто-напросто помыть Если вы уже берете вишню, которая переспела Все прекрасно знают, что там могут быть маленькие такие червячочки Это не опасно Вы берете более соленый раствор То есть на литр воды вы берете где-то 1,5 столовой ложки соли Оставляете эти вишни, часика на 2 Все это всплывает, и у вас вишенка чистая Если вы замораживаете вишню для десерта, то есть как начинку будете использовать Тогда, естественно, берите без косточки Если вишня для компота или для соуса, вы можете замораживать с косточкой А можно промыть ягоды под проточной водой? Под проточной водой лучше не промывать Ягоды могут деформироваться При разморозке они будут расползаться Особенно малина моя любимая, она самая нежная Промыть ягоды лучше маленькими порциями, чтобы их не повредить Взяли пластмассовое сито, налили большую емкость воды и в сите опускаете воду Опустили, пополоскали, потом вынимаете и вода стекает Самое главное, ягоды нужно правильно высушить Для того, чтобы в процессе хранения не нарастали кристаллы льда, которые в итоге и повредят нашу ягоду Бумажное полотенце это самый лучший вариант Но если нету хлопчатобумажное полотенечко Выстилаете в один ряд, берете обыкновенный фен, но включаете холодный воздух И феном быстро и качественно Слушайте, как хорошо, что мы научимся сегодня правильно замораживать ягоды Ведь они не менее полезны, чем свежие летние ягодки И, кстати, Света Фуз, наш диетолог, говорила о том, что в них даже содержится Меньше вредных веществ, таких как тяжелые металлы, свинец и кадмий И пестициды, которые, к сожалению, могут в ягодах оказаться А все потому, что в процессе заморозки эти вредные примеси концентрируются в лед А потом, когда мы ягоды правильно разморозим, часть воды уйдет И вместе с ними вредные вещества, которые в наш организм не попадут Все здорово Ты уже союз заслушалась, все сама знаешь, правда? Я поняла, о чем ты Да, действительно, я так много встречаюсь с опытными людьми, которые много знают С моими любимыми друзьями-экспертами Мы такое количество советов за три года уже дали И то ли еще будет Ну, вот теперь мы тебя и протестируем Ах так, напросилась я Три вопроса, три ответа, тест по выбору ягод Я думаю, это будет очень интересно Ну, пусть он будет легким, Андрей Пусть будет легким, если что, оденем вместе с тобой Итак, малина Выбирать малину нужно, не обработанную химикатами Это абсолютно верно Как определить, что малину обрабатывали химикатами? Вариант А По размеру ягод Б Опустить ее в теплую воду и понаблюдать, не изменится ли состояние воды В Подбросить над столом и после падения проверить ягоду на наличие дефектов и сока И вариант Г Оставить ее на столе, если муха не сядет Значит, малина Г Значит, малина Г, ее обрабатывали химикатами Значит, вариант Г, как Г, исключаем В Это с подбрасыванием? В это с подбрасыванием Тоже не годится, остается либо теплая вода, а первая размер Размер ягодок Размер малины может зависеть от сорта Сейчас их огромное количество Да, совершенно верно Значит, мы можем опустить малину в теплую воду Только не всю, а несколько ягодок И посмотреть, насколько может измениться цвет Это правильный вариант И похлопаем И вариант В тоже правильный Вопрос был с подвохом Вариант В был таков Если мы подкинем зрелую ягоду, она упадет и не отпружинит, а разобьется Значит... Соответственно, она нормальная Спелая Да, она нормальная, спелая Если она не разобьется, соответственно, она была уже подпитана химикатами Для того, чтобы держать свою форму при транспортировке И дольше хранится И дольше хранится Да, здорово Итак, возьмем ягоду и подбрасываем ее Раз Не прыгнула На поверхности доски мы видим сок То есть это говорит о том, что эта ягода у нас не пружинит Она поменяла свою форму Это говорит о том, что ягода нормальная Теперь берем эту малинку, подбрасываем Оооо, прыгучая Сок не выступил Это говорит о том, что она обработанная Проведем следующий эксперимент Будем опускать ягоду в воду И посмотрим, будут ли разводы или поменяется цвет воды Ну, берем те ягоды, в которых мы уверены Опускаем в воду Никаких жирных пятен нет Вода не красится Все нормально Достанем эту ягоду, которая нормальная, чтобы не путаться Она прошла тест И теперь берем другую ягоду, которую я заранее знаю, что некачественная И окунаем ее в воду И вот тебе и на Ужас, ужас, ужас Да А на вид вроде бы точно такая, правда? Какой показательный тест Есть небольшие жирные разводы Это говорит о том, что ягоды обрабатывали дифенолом для их лучшей сохранности и красивого, привлекательного внешнего вида Еще один дополнительный совет по выбору малины для заморозки Лучше всего использовать ягоды, только что собранные из куста Конечно Но, конечно, не у всех есть возможность урожай собрать в собственном саду В таком случае проследите, чтобы ягоды были как можно более свежие, чтобы они хранились перед покупкой не более двух дней Обратите внимание на внешние характеристики Смотрите, чтобы ягоды были сухие и немятые Итак, тест по выбору ягод Вопрос Что может указывать на то, что вишня несвежая? А. Запах йода Б. Насыщенный черный цвет Вишни Так В. Если вишня липкая на ощупь И. Г. Алена Курилова может указать, используя свои экстрасенсорные возможности Вариант Г Вариант Г Липкая вишня Для меня это был бы сигнал Хотя есть некоторые сомнения Вот я чувствую в себе неуверенность А вдруг она липкая, потому что сок потек, она переспелая и липкая Но если на вид это не перезревшая вишня И она с какой-то стати липкая Меня бы это насторожило Вот мой ответ Вот абсолютно верно То есть ты выбрала верный вариант Ооо Покопаем Если вишня липкая, то это явный признак того, что для заморозки она не подходит Эта вишня просто-напросто не свежая Угу Берем две вишни Раз Мы видим, вишни между собой не склеиваются Это ягода, которая пригодна для заморозки Ничего с ней после разморозки плохого не будет Теперь берем две вишни, которые заранее знаю, что некачественные И она липнет, соответственно, несвежая Ну а вариант А То, что вишня может пахнуть йодом То есть действительно она может пахнуть в зависимости от региона, в котором вишня выращивалась Росла у моря Если это Крым, то есть Крым или Мелитополь То воздух здешний насыщен йодом И, соответственно, вишня питает эти запахи и может попахивать йодом слегка Это не страшно Откуда вишня? Не говорите, я сама скажу, пахнет йодом из Мелитополя Я готова пройти дальше тест Итак, вопрос Это смородина Да Как ты думаешь, вреден ли белый налет на смородине? А Это не опасно, просто продавец рассыпал муку Вариант Б Это опасный грибок, который может вызвать пищевое отравление В Это опасно, так как это последствия обработки химикатами И Г Это не опасно, это всего лишь остатки паутинки Это могут быть остатки паутинки, но белый налет от паутинки будет отличаться Если есть такой белый налет, который на ягодах сохранился во время продажи То, по моему мнению, это обработанные ягоды, их покупать нельзя Нет Верный вариант Это вариант Б Это опасный грибок, который может вызвать пищевое отравление А это когда-то рассказывал при нашей встрече Костя Грубич Специфичное грибковое захворювание смородины, которое еще называют в народе мучниста роса Это небезопасный токсин, микотоксин, который, потрапляючи в организм, вызывает очень серьезные разлады Это будет отруяние И даже если вы небольшую количество съесть такой зараженной ягоды, то хворобы вам не забегут Это однозначно И запомните, что никакое митие не спасает вас от хворобы То есть, если вы видите вот такой белый налет, обходьте подобную смородину 10-й дорогой Поэтому выбираем глянцевые, красивые ягоды без всякого налета В любом случае я с налетом не куплю По неправильным соображениям, но не куплю Но не купишь, правильно А теперь самое интересное Как их правильно заморозить, чтобы вкус не изменился Форма осталась как у свежей И мы еще увидели балетную партию в исполнении Андрея Бабаева Тесты прошла, новыми знаниями обогатилась уже Кстати, оптимальная температура для заморозки ягод это минус 18-23 градуса В большинстве холодильников в современных уже температура такая поддерживается И даже есть специальные полочки для заморозки ягод Вы, конечно, обратили внимание, что я сегодня приготовила Тут прямо поставила холодильник, он включен В морозильной камере как раз минус 20 градусов То есть, он подходит для того, чтобы ягоды заморозить? Да, он подходит И при такой температуре заморозки ваши ягоды будут храниться от 8 до 12 месяцев Ну, отлично Если температура будет от 0 до минус 8, ну, соответственно, 0 он не замерзнет, но минус 8 То они сохранятся около полугода То, что понадобится холодильник для замораживания ягод, это несомненно Но как в этом деле может пригодиться одноразовая тарелка, я не знаю Я это озвучила в самом начале, а теперь жду не дождусь, когда вы уже все это расшифруете Мы будем замораживать каждую ягодку отдельно, для того, чтобы она сохранила свою форму Чтобы она не была... Да? Алла, это же мне ни одного холодильника не хватит Уже не будем замораживать, да? Не волнуйся, Наденька Вот в этой морозилке хватит места Нам понадобится несколько одноразовых тарелочек, пакетик и вот такой вот судочек Давай мне, пожалуйста, смородину Я себе забираю свою любимую бюджет Мы должны сделать, вот у нас одноразовая тарелочка, и мы насыпаем на тарелочку ягоду в один слой Естественно, те ягоды, которые мы сегодня принесли, чтобы заморозить, мы предварительно подготовили так, как ребята говорили Промыли в растворе соли и уксуса, а затем просушили Но если это смородинка, там такие маленькие ягоды, неужели их нужно в один слой выкладывать? Если мы насыпем толстым слоем и заморозим, тогда что, нам брикет придется просто вот так вот разломать, потому что оно все вместе соединится Поэтому мы берем и насыпаем Теперь берите вторую тарелочку и накрывайте сверху Вот смотрите, какая толщина конструкции нашей Полтора сантиметра, да? Сколько можно поставить тарелочек друг на друга, чтобы заполнить такую морозилку? Много Много, правильно Поэтому мы можем сделать вот таким вот способом очень много ягоды Но это еще не все Но здесь получается, что все ягоды мы одинаково замораживаем А есть ли разница между заморозкой малины, вишней и смородиной? Вишня немножечко поплотнее, но при такой температуре, как сказал Андрюша, замерзнет все сразу Тарелки друг на друга ставим и отправляем в морозилку на три часа Я это все заранее сделала, поэтому открывается, Ларь, вот эти тарелочки Но, естественно, мы так тарелки не можем оставить на землю, потому что действительно нету места Это вишня Пожалуйста Так, это вишня все, да? Малиночка Это маленький малина Аллочка, откуда у тебя такой интересный способ заморозки ягод? А ты не поверишь Алла год назад ко мне обратилась и спросила, как правильно замораживать овощи, фрукты и ягоды И как раз я ей рассказал, как это делать Самый главный вопрос она задала, как сделать так, чтобы они были такие же, как свежие Вот мы этому и учимся сегодня Да Значит, контейнер есть у нас И есть вот такой вот полиэтиленовый кулечек Открываем контейнер И сюда выкладываем наш полиэтиленовый кулечек Если брать много сутков и ставить в морозильную камеру, это много места занимает Я поняла, это тоже промежуточный этап Конечно, да Если мы помыли, высушили, заморозили ягодки в тарелках, а потом всыпаем их в брикет, то не будет намерзания льда? Конечно Такой себе способ сухой заморозки Сюда сейчас мы всыпаем замороженные ягоды Оп, как леечка Прелесть Так, у нас получился полный контейнер Да? Наренька, заворачивай И прикрываем крышечкой Я вот теперь понимаю, что нужно заполнить контейнер таким образом, чтобы ягоды не выступали за края бортиков А если у вас такая вогнутая крышечка, то позаботьтесь о том, чтобы все-таки они не надавили на эти ягоды, а то деформируются, да? Абсолютно верно Мы сейчас сделаем еще ягодный лед, потом все заодно отправим в морозилку Поэтому сейчас быстренько берите вот такие вот, есть специальные контейнера для льда И вот такие вот ягоды в кубиках льда, это будет очень эффектно, когда вы будете подавать или коктейль, или какой-то десерт Это делается очень быстро и легко У меня смородина мелкая, значит, я несколько ягод засыпаю в ячейку, а вы, ну, сколько по месяцу? Смотря какой объем ваших ячеек Смотри, как Андрюша быстро все сделал Ну, у меня-то всего ничего, по одной вишенке И теперь у нас есть вода, берите, естественно, или талую, или кипяченую, или... Фильтрованную Да, или фильтрованную воду, и аккуратненько заливаем Кстати, ягоды малины такие легенькие, они всплывают, но я думаю, что для наших кусочков еды это абсолютно не страшно Да, это не страшно Вот как красиво смородина смотрится Прелесть какая, правда И сейчас мы все отправляем в морозилку Андрюша, подавай мне Так, передаю Сначала контейнера Раз, два, и твое И в морозилке все это должно простоять час Вода должна схватиться Это для льда А для чего мы ягоды, которые уже, в принципе, заморожены, снова замораживаем в контейнере? Чтобы они точно так же схватились, и чтобы сформировался кубик такой ягодный в полиэтиленовом кулечке Мы потом вытащим этот кулечек и заполним этими кубиками, как кирпичики, всю морозилку А контейнера мы освободим для следующей ягоды И на все это понадобится час Час прошел Достаю ягоды, пожалуйста Малина Малинка И теперь аккуратненько Вишня Малина И, наконец-то, смородина моя Красиво, правда? Какая прелесть, красиво Красота Ребята, берите вот по такой тарелочке, пожалуйста И в эти тарелочки мы сейчас должны выбить кубики льда Это мы делаем вот так Ммм, красота Сейчас мы достанем замороженные наши ягоды из контейнера Открываем, вытаскиваем Смотрите, какой у нас кубик получился Брикет, брикет Воздух весь убираем и завязываем Самое главное в замороженных ягодах, это их далее правильно разморозить Если вы неправильно их разморозите, то можете получить все что угодно Расквашенные, разбитые Некоторые начинают ягоды отламывать Всяким образом их деформировать Лучше опустить их в воду в этом же пакетике А, вот так вот Верхние ягоды будут размораживаться и будут всплывать И, соответственно, они будут давить на нижние И так ягоды сохранят свой первоначальный вид, размер и вкус Я так понимаю, что вода должна быть комнатной температуры или холодная, но ни в коем случае не теплая Не горячая, да, не теплая и не горячая Не пытайтесь так ускорить разморозку Еще одна очень важная деталь Повторно замораживать продукты нельзя ни в коем случае А значит, нужно упаковать заморозку с таким расчетом, чтобы можно было сразу ее всю использовать Порционно То есть примерно порционно, да Порции могут быть маленькие, большие, в зависимости от того, для какого случая вы эти ягоды достаете И сейчас сразу мы отправляем их в морозилку, для того, чтобы они не размораживались Если мы сейчас отправим ягоды в морозилку, то как же я попробую размороженные и проверю, они как свежие или не получилось Мы уже обо всем позаботились Я тоже уже обо всем позаботилась Ну, сейчас посмотрим, чья возьмет Осталось самое интересное для меня и самое важное, потому что я видела, насколько просто, легко и даже, я бы сказала, интересно замораживать ягоды Но пока не знаю, действительно ли они будут как свежие после разморозки У нас есть уже заранее подготовленные размороженные ягоды, которые мы замораживали по моей технологии Сейчас все проверим Свежие я возьму из твоей корзинки То есть мы будем самую сложную в заморозке ягоду, малину, проверять? Малину, да Это мне нравится Только тебе я завяжу глаза Так, что у нас там? Это первая, тут ложка А можно брать в руку? Можно брать и можно пробовать Свежая Так, а теперь вторая Вторая А вы разморозили малину? Ну, конечно, разморозили Потому что это тоже свежая Вкус, аромат, форма плотненькая Давайте теперь размороженную А теперь две вместе давай Теперь две вместе? Да Ну, знаешь Размороженную давайте Ну, вот тут две вместе Одна и вторая Да где размороженная малина? Так она уже была Что? Она уже была, Надя Я уже съела размороженную малину? Слушайте, ну это вообще... Я была уверена, что вот так, знаешь, будет. О, свежая. Замороженная. Это размороженная, которую мы замораживали по нашей технологии. Я могу теперь просто не с завязанными глазами взять замороженную ягоду, которая выглядит совершенно как свежая, и попробовать, глядя ей в глаза. Давай. Ну, я же следила за экспериментом. Ну, как свежая, ну, правда. Прелесть. А я так хотела посмотреть, как ты танцуешь балет. Я проспорила, я проиграла этот спор. Но я настолько рада, что мы с вами теперь знаем, как замораживать ягоды, чтобы они сохранили и вкус, и форму, и аромат, и витамины. Спасибо тебе огромное. Пожалуйста. Да не, ну так не расстаемся, я думаю. Ты же джентльмен, ты же мужчина. Угу. Ваше желание должно сбыться. Да, мы же хотим, и вот смотрите, все хотят. Мало того, наше желание. Посмотри, сколько любителей балета и замороженных ягод сегодня ко мне пришли. По глазам, по глазам. Хотите, чтобы Андрей станцевал? Все хотят. Спасибо. Андрюш, вот признайся мне честно, ты в своей жизни когда-нибудь балетную пачку надевал? Нет, не надевал. А есть у балерин и у балерунов тоже такая примета. Когда одеваешь первый раз в жизни пачку, загадывай желание. Так, где будем делать талию? Ой, какой ты красивый. Слушай, как тебе идет розовая пачка. Прошу. Выступает дебютант «Все буде добре» Андрей Бабаев. Партия из балета «Замороженная ягода». Исполняется впервые. Ну, примерно так. Ой, какая прелесть. О, браво, браво. Надеюсь, после этого Андрей Бабаев не уйдет в большой балет, потому что нам очень нужны ваши советы, мои дорогие эксперты. Спасибо огромное. Привет, Ютуб. Тебе понравилось это видео? Тогда оставляй комментарий и делись с друзьями. Чтобы получить первые мои советы, подписывайся на наш канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!